Занятие в Академии ведёт врач-косметолог Анастасия Владимировна Быкова. Тема сегодняшнего занятия — гипомоложение. Лазер против старения. К настоящему времени уже сменилось несколько поколений лазерных систем для омоложения кожи. И все они отличались глубиной воздействия. Но уникальность процедуры гипомоложения состоит в том, что это сочетание всех методик. Это и воздействие тербиевого, и неодимового лазера, которые на разной глубине омолаживают кожу. В какой же возрастной группе подходят лазерные омолаживающие процедуры? Так как кожа стареет уже начиная с 25 лет, и уже в этом возрасте мы говорим о профилактических лазерных процедурах. В этом случае подойдет неодимовый лазер, который, стимулируя коллаген, способствует тому, что мы продлеваем свою молодость. После 30 лет мы можем использовать эрбиевый, александритовый лазер для того, чтобы не только стимулировать коллаген, как в случае с неодимовым лазером, но и выравнивать поверхность, выравнивать мелкие морщины, убирать гиперпигментацию. После 40 лет будут подходить пациенту процедуры, которые будут более глубокое воздействие оказывать уже на подкожно-жировую, например, клетчатку, уменьшая ее. Признаками, которые будут подсказывать нам о том, что необходимо лазерное воздействие, будут следующие. Возникновение сеточки сосудистой, то есть сосудистой звездочек, попроснения, возникновение коричневых точек, либо пятен больших, или, значит, мы называем это гиперпигментацией, появление первых морщин от кожи, а также снижение тургора кожи. Как можно проверить тургора кожи? Очень просто. Нужно попальпировать, если мы чувствуем, что кожа стала более рыхлая на ощупь, не такая плотная, не такой тургор, у нее тянется больше. Или есть еще один симптом, то есть это к помощи ПХ, мы должны область под глазом защипнуть. Если образовалась складка, и в течение одной секунды она расправилась, все замечательно. Если эта складка более одной секунды дергается, а у некоторых даже 4-5 секунд бывает, то, конечно, мы должны уже говорить о том, что нужно стимулировать коллаген, уплотнять кожу лазерными инъекционными методиками. Лазерное омоложение дает более естественный результат, так как при воздействии лазера мы стимулируем свой собственный коллаген и заставляем кожу проработать еще для нас. Если же нужен какой-то эффект более рельефный, например, увеличенные подчеркнутые губки, скулы, тогда мы, конечно, будем использовать инъекционные методики. Дипомоложение проводится на лазерах последнего поколения. Преимущество данного лазера в том, что этот лазер не требует реабилитации. Ни покраснения, ни шелушения лица нет после процедуры, но происходят процессы внутренние и глубинные. Это стимуляция коллагена, это подтяжка в течение месяца, улучшение цвета, текстуры, плотности кожи. За 4 года работы с процедурой дипомоложения наши специалисты отметили, что пациенты выглядят лучше в среднем на 5-7 лет.